Доброе утро, друзья! Рад бы повещать вам с высоты 8848 метров, но, к сожалению, меня никто не пустит. Если кто не понял, я говорю о горе Эверест. Меня зовут Евгений Чурилин, и у нас сегодня в гостях Константин Суходеев, горный турист. Здравствуйте! Константин Суходеев, путешественник и горный турист, увлекается каратэ, боксом и занимается специальными физическими упражнениями альпинистов. Поднимался на Белуху, Эльбрус и другие вершины, а 12 мая 2022 года установил флаг Новосибирской области на Эвересте, высшей точке нашей планеты. Доброго вам утра! Ну, Константин, я даже не знаю, что обычно говорят людям, которые поднимаются, восходят на такую... Самую... вот просто самый верх всего мира, я не побоюсь этого слова, и затем возвращается обратно с радостными вестями. Поэтому, наверное, я вас поздравляю, и мне сразу интересно узнать, какие чувства испытывали вы в тот момент, когда вы были на вершине Эвереста, и при этом устанавливали флаг Новосибирской области? Ну, чувство, наверное, то, что все-таки это получилось сделать, потому что задуманное мной было под большим вопросом из-за погодных условий, из-за состояния своего, но, слава богу, все получилось, и погода была отличная, и в какой-то момент даже ветер стих, и чувствовался отлично, все хорошо, и все получилось. То есть самое главное, что все выполнило. Скажите, а как давно вы занимаетесь вот, ну, альпинизмом, горным туризмом? Наверное, это что-то смежное, да, понятие? Ну, да, 6 лет назад вот я заболел этой темой, и постоянно, каждый год хожу в горы, в разные походы, и вот за 6 лет получилось подняться на вершину. А на каких вершинах были, если постоянно завершаете походы? Ну, вершин было много, конечно же, за эти годы. И какие высоты, кстати, тоже очень интересные? Ну, вот, начиная от Казбека, Белуха наша, Ну, Эльбрус, Распять, Манблан, Матерхорн, различные гималайские вершины, Айлендпик, Мейропик, Лобуча-Восточная. Как я понимаю, больше всего оставила себе впечатление все-таки гора Эверест. Ну, сейчас, конечно, все воспоминания о ней, потому что вот только сходили на нее, да, конечно. Сколько готовилась экспедиция, вот если не секрет узнать? Ну, я готовился пару лет, планировал в прошлом году пойти, но сломал ногу в трех местах перед прямо экспедицией. Ничего себе! И поэтому, ну, пришлось сделать операцию, ставить железный штырь и готовиться по-новому. То есть, подождите, получается, два года готовились? Да. Два года подготовки, да? То есть вы фактически восстанавливали здоровье, тренировались, разрабатывали маршрут? Или как это все выглядит? На самом деле, два маршрута стандартных. Один из Тибета, второй из Непала. Но так как Китай последние три года из-за пандемии закрыл туристический этот маршрут на гору, остается только Непал, стандартный маршрут. Все, были планы. Слава богу, они осуществились. Ну да, действительно, слава богу. Ну, хорошо, а что вообще, вот, в принципе, насколько мне известно, когда человек идет, ну, я буду говорить как простой обыватель, да, например, я иду в поход, условно говоря, там, в лес, в лесополосу, и я беру там с собой, обязательно нужно иметь соль, там, спички, ну, вот какие-то необходимые вещи. Что необходимо и с собой брать, когда поднимаешься вот именно на гору Эверест? Ну, все стандартно, просто всего больше. Вещи должны быть... Насколько? Вещи должны быть теплее все, максимально теплые. То есть ботинки, спальник. Высотный костюм. Все должно быть для максимально экстремальных температур. И, соответственно, все это больше, тяжелее. Но, слава богу, есть большая инфраструктура в Непале. Так. Местные жители Шерпы, которые помогают каждой экспедиции, без них ни одна бы экспедиция не состоялась. И они помогают налаживать быт, нести вещи, забрасывать кислород, провешивать веревки. Это отдельная большая-большая махина, которая помогает всему миру восходить на Эверест. И это было с 1953 года, как первый раз человек поднялся на Эверест. Хорошо. То есть, получается, Шерпы, они позади идут и помогают с вещами и оборудованием? Или все-таки впереди? И там, и там? Какие-то впереди, какие-то сзади. Плюс также повара. Там очень много людей, каждый отвечает за все. Есть ледопад, хумбу, который провешивается, веревками там ставятся лестницы. Когда что-то происходит, обрушение, они постоянно происходят. Все сразу переделывают в течение дня, двух-трех. И чтобы на горе постоянно могли люди ходить и пытаться зайти. Вот я услышал, что на вершине как-то так получилось, с течением обстоятельств, что погода улыбнулась, и вроде ветер стих, и ясная погода была. То есть, всю экскурсию, все восхождение сопровождалось какой? Хорошей все-таки погодой? Или она как-то менялась? И такое ощущение складывается, что погода была, мягко говоря, не очень. Нет, ну, в течение экспедиции была очень разная погода. Была и метель, была непогода. Было в какие-то моменты очень жарко, потому что есть такие места на восхождении, что со всех сторон горы, и снег, и когда нет ветра, там как на линзе нагревается все очень сильно, и это тоже очень тяжело. Очень разная была погода. Но именно в день восхождения, слава богу, у нас получилось попасть в хорошую погоду. И это большая удача. Ну, насколько я знаю, есть определенные коридоры времени, в которых нужно успеть преодолеть какую-то высоту. Это действительно так? Да, конечно. Во-первых, погода на самой вершине, ну, в пределах 7-8 дней за весь год, когда она благоприятная. Это сколько градусов? Что значит благоприятная погода? Ну, около 30 градусов. Ну, тут вопрос больше не температуры, а вопрос больше ветра и осадков. Если ветер больше 40 метров в секунду, ой, нет, 40 километров в час, это чревато обморожениями рук, ног, ну, конечностей. Потому что, когда организму тяжело, кровь начинает функционировать и циркулирует по малому кругу, и до рук ног не доходит. И, соответственно, да, из-за этого люди теряют руки, ноги. Ну, слава богу, нам повезло. Как вот, вот мне одно удивительно, нам повезло, как раз об этом тоже хочу спросить, потому что, ну, один человек, как минимум, не решится покорять его аресты. Это я точно понимаю. Поэтому расскажите о команде, которая вам помогала, вас сопровождала, с которой вы вместе восходили на гуру. Ну, прежде всего, у меня был друг с экспедиции, это Сергей Суфы. Плюс, ну, в нашей команде еще были ребята с Италии, с Грузии, но мы восходили все в разные дни, потому что у кого-то живот прихватил, и, допустим, он не может пойти выдвинуться с нами. У кого-то просто по графику акклиматизации не получалось пойти вместе с нами. Мы в итоге с Сергеем пошли на вершину вместе с нашими шерпами. Плюс, также у нас выбыло два гида с теми, которыми планировали идти. Один на ногах перенес инфаркт, к сожалению, основной, вот, да, с кем я планировал. Второй просто сорвался на ледопаде к Хумбу, с 15 метров упал, и, к сожалению, слава богу, он выжил. Но травмировался очень хорошо, и прекратил экспедицию. И вот мы в усеченном своем составе, с какими-то изменениями пошли на вершину, и, слава богу, зашли. Да, с чем я вас еще раз и поздравляю. Замечательно, тогда такой вот тоже интересующий вопрос. Смотрите, насколько мне известно, дышать на горе, чем выше ты находишься, тем сложнее, в принципе, дышать. Потому что, ну, кислород, все разряжено, и организм меньше получает кислорода, тем самым замедляется, да, условно говоря, так же, как мы и говорили про кровь. Так вот, скажите, как вам удалось побороть горную болезнь? Что она может, в принципе, сделать с человеком, когда находишься на такой огромной высоте? Ну, это прежде всего акклиматизация, правильный график акклиматизации, постепенный. Организм не должен получать дикий какой-то удар. И постепенные ночевки, вот, мы ночевали без кислорода в самом верхнем лагере, это на 7100. Потом поднялись еще повыше и потом спустились. После этого мы стали использовать на восхождение кислорода. Об этом мы обязательно поговорим чуть подробнее. Друзья, сейчас будут новости, после которых вернемся в студию и продолжим. Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нашей передаче. Сегодня мы разговариваем о горе Эверест. Высота ее, напомню, 8 848 метров. Это уникально. И у нас в гостях Константин Суходеев, горный турист. Еще раз доброе утро. И давайте поговорим, мы остановились на том, что у вас команда была. Как вы шли? В связке плотно, близко ли друг к другу? Или как вообще это выглядит при восхождении на гору? На самом деле на Эверест не надо нигде связываться, потому что везде проброшены перила. Это веревки, с помощью которых ты цепляешься и застрахован. И, соответственно, каждый идет в своем темпе, приходит в лагерь, и там уже встречаемся с друзьями, с шерпами, со всеми. И тут, по большому счету, можешь идти независимо. Если ты себя уверенно чувствуешь на перестежках, на всех, то есть тебе ничья помощь не нужна, ты готов идти. И так происходит. А я вот обратил внимание, видел фотографию, где прям целая вереница людей поднимается на вершину друг за другом. Расскажите, это действительно так и происходит? В удачные дни по погоде, конечно же, все люди хотят попасть на вершину, чтобы не обморозиться, ну, лишнего риска не было погибнуть. И, конечно, все выходят плюс-минус в одно время, но мы вышли позже всех, и поэтому мы уперлись, ну, скажем так, в хвост очереди и начали потом уже людей обходить, обгонять. По факту, если ты хочешь идти один, ты можешь выйти раньше, на тот же штурм, но можешь прийти, еще будет темно. Так сделал у нас один друг. Он вышел раньше всех, но он пришел на вершину в три ночи, и было темно. Ну, пофотографировался и пошел вниз, но он поднялся, зато без очередей, без лишних людей, да. Ну, а так приходится либо подстраиваться под их темп, либо их обгонять. А вот по поводу команды и спортивной подготовки. Смотрите, нужно ли иметь какую-то очень хорошую спортивную подготовку изначально перед восхождением? Ну, без этого никак, да, потому что очень много сил надо, и переход до первого лагеря через ледопад Кумбу, он подразумевает много технической работы, там, где вертикальные стенки в этом году, где-то 5-6 вертикальных стенок, метров по 20, если у вас, ну, не будет сил, вы, грубо говоря, не сможете, ну, не умеете подтягиваться там 5-10-15 раз, вы просто физически не сможете пройти этот ледопад, развернетесь, вернетесь в базовый лагерь. И вся команда у вас тоже, как я понимаю, спортивно подготовленная, может быть, кто-то... Вообще, каким мастером спорта нужно обладать для того, чтобы пойти покорять вершины Everest? Мастером спорта не надо никаким быть, нужно просто готовиться целенаправленно, понимать, куда ты идешь, что ты делаешь, ну, 5-6 тренировок в неделю. Это обязательно? Это обязательно, да. Если вы будете физически слаб, конечно, успех маловероятен. То есть, как я понимаю, вы со всей командой встречались 5-6 раз в неделю для того, чтобы поделать какие-то физические упражнения, укрепиться и готовиться к восхождению? Ну, на самом деле, каждый сам готовится, потому что встретиться тяжело. Многие, ну, из Новосибирска, допустим, я был один, там, и из многих городов так, соответственно, и из стран там бывает один участник. Ну, только со стороны, конечно, каждый сам готовится индивидуально. Понимаете? Насколько я осведомлен, с вами был один друг, товарищ, как я понимаю, который был паралимпийцем. Да, Андреа Итальянец. Расскажите, он итальянец. Да, Андреа Итальянец, чудесный человек. Мы с ним познакомились в базовом лагере, и сразу поняли, у него обе ноги по колено протезы, на часть, ну, наверное, половина пальцев нету на руках. И парень был альпинистом, и в 2012 году к нему прицепилась менингококковая инфекция, и начался сепсис с крови. А так как он был спортсмен, у него был иммунитет посаженный, болезнь прогрессировала, и ему ампутировали, к сожалению, много конечностей. Но, как я понимаю, это абсолютно не помешало тому, чтобы совершить подобную экспедицию? Да, он не остановился, он восстановился. Четыре года назад он завоевал две серебряных медали на Паралимпиаде, по бегу и по велосипеду. Продолжал занятия альпинизмом, и в итоге они вместе с другом поднялись на следующий день после нас, с лукой на вершину Эвереста. А как вообще, в принципе, все это организовывается? То есть, как я насколько понимаю, шерпы помогают, но это же привычная жизнь шерпов. Они живут в высокогорье, и наоборот, они на равнину не спускаются, потому что у них обратная реакция, нежели у обычного человека. Да, вы все правильно говорите. Они себя идеально чувствуют на высоте 3-4 тысяч метров, и им подниматься, конечно же, легче. Поэтому и все экспедиции пользуются именно ихними услугами. И шерпы у них тоже, они весной и осенью. Вот они заработали деньги на экспедициях, и за счет этого живут они, их семьи, даже их родственники. Непал, конечно же, очень живет за счет туристов, именно за счет горных своих вот этих... Хорошо. А сколько может, вот как раз, раз уж мы заговорили о денежной стороне, сколько может стоить вообще, в принципе, в денежном эквиваленте подобные экспедиции? Ну, от 30 тысяч долларов до 300. Я слышал, самая большая цифра 300. То есть все зависит от уровня сервиса, от количества там шерпов, сколько ты хочешь кислорода, какую ты хочешь палатку. От 30 до 300. В этом году принцесса какой-то арабской страны, она пошла с ним, сам 300 тысяч долларов заплатила за экспедицию. А сколько вы, Константин, потратили денег за эту экспедицию? Ну, наверное, в пределах 40-50 тысяч долларов ушло. Ничего себе. И есть какие-то туристические агентства, которые этим занимаются? Да, конечно, это целая инфраструктура. Но тут выбираешь больше не по названию, а по тем людям, кого ты знаешь, с кем ты готов идти, потому что это риск для жизни большой. И, к сожалению, трагедии происходят на горе, как вот в этом году, я думаю, порядка 10-12 человек погибло. Вот это да. Хорошо. Как отнеслись ваши близкие, родные о том, что вы отважились пойти покорять гору Эверест? Ну, конечно же, первые были мысли, все были против. Но когда поняли, что уже меня не отговорить, им пришлось согласиться и поддержать, слава богу, поддерживали все родные. Понятно. То есть вы чувствовали поддержку, да, и вместе с этой поддержкой она помогала вам при восхождении? Однозначно, конечно. Сейчас есть средства связи. Очень хорошо, когда можешь пообщаться с родными в какие-то не сильно веселые моменты, они тебя поддержат. И ты всегда понимаешь, что дома тебя ждут. Ну да, действительно. Сколько времени заняла экспедиция? Полтора месяца. Довольно-таки удачно, да, в этом году. Рассчитывали, что два месяца будет, но мы удачно попали в первое погодное окно. Правда, там немножко еще просидели на седле на 8 тысячах метрах лишние сутки. Но, тем не менее, мы поднялись очень рано, 12 мая. Это очень хорошо. Планировали до конца мая подняться. И поэтому все удачно и быстро получилось. Ну да. Смотрите, это вот подобное восхождение, это все-таки больше как хобби для себя, то, что вы смогли справиться с этими условиями и все-таки покорили вершину. Или же все-таки на этом как-то можно, например, заработать? Нет, это только для себя, преодоление себя. Опять какая-то переоценка ценностей. Ты начинаешь сразу ценить то, что в жизни простой даже не замечаешь, что ты можешь вкусно поесть, поспать в теплой постели, чистой постели. Много моментов, которые сразу начинаешь ценить. Ну, как я понимаю, в обычной повседневности вы так же работаете, все как можно. А как вы договаривались с работой о том, что я там случайно пойду, наверное, в экспедицию схожу, и меня не будет там всего ничего, месяца полтора, два, три? Ну, слава богу, все люди понимают, кто меня окружает, что я этим болею и относятся очень снисходительно. Все говорят, иди, собрался, иди. А по профессии вы кто, подскажите? Ну, бизнесмен, то есть какие-то вот свои проекты у нас есть с друзьями, мы их ведем и, соответственно... И время от времени восходим на грудь. Ну, да, да. Хорошо. Нет, удивительно, на самом деле я слышал такую, возвращаясь, опять же, самое, наверное, все-таки опасное, это то, что наверху нет абсолютно кислорода, ну, практически никакого. И хочется все-таки дышать полноценно. Поэтому сколько весит комплект оборудования, когда ты уже практически на самом пике? Ну, в рюкзаке, наверное, порядка 10-12 килограмм. У тебя, кроме баллона с кислородом, обязательно запасные всякие барышки, очки, там... Ну, это чтобы бороться с обморожением. Парочка, да, там, литров чая. Ну, все равно рюкзак, конечно, он не пустой. И, ну, на самом деле ты эту ношу не ощущаешь, потому что ты идешь к большой цели, и, как бы, все... Все... Ну, все эти сложности, они откидываются. Ну, да, да, действительно. Нет, я прекрасно понимаю, что это очень опасное занятие. Это действительно так. Может быть, расскажете, были ли какие-то случаи экстремальные при вашем восхождении? Ну, у меня лично было все, слава богу, хорошо, но я видел, как людям было плохо, как они теряли координацию. Это все горная болезнь, да, как я понимаю? Да, конечно, высота, то есть даже человек идет с кислородом на максимально включенном, организм не справляется. Ну, на вершине вообще содержание кислорода 30% от нашего, вот, нормального. И, побыв без маски немного, там, пофотографировавшись, я прям почувствовал, как голова начала ощущать себя иначе. И одел маску, чтобы не провоцировать каких-то ситуаций. Тем более, когда, находясь на вершине, там, около вершины несколько лежит замерзших альпинистов, погибших, они, конечно, отразляют вот эту радость, и ты должен себя держать в руках, понимая, что спуск, он хоть и не так тяжел, но на спуске, на фоне усталости многие делают ошибки. И, к сожалению, 80% трагедии именно на спуске происходит. То есть не зацепился, да, оступился и так далее, поторопился в конце. Да, где-то не вчелкнулся в веревку. Много моментов, и там идешь по гребню, и улететь на пару километров вниз всегда можно. Насколько это романтично, но при этом ужасно опасно. Да, это действительно так. Так, еще разочек представлю, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Константин Суходеев, горный турист, и скажу об этом обязательно, что 12 мая 2022 года был установлен флаг Новосибирской области на вершине Эверест. Великолепно. Спасибо вам большое, дорогие друзья. На этом программа «Оранжевое утро» продолжается, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.